Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Друзья, в этой передаче мне, думается, полезно посмотреть на так называемый День Святого Валентина, который вот-вот грядёт. Что нужно делать в День Святого Валентина тем, кто так хочет любви в отношениях? Самое главное, в этот день нужно понять, чего на самом деле хочет ваша душа – отношений или любви. А это не всегда одно и то же. Для этого встаньте пораньше, зажгите светильник, откройте Первое Послание Святого Апостола Павла к Коринфянам, 13 главу, «Вздохните глубже и, затаив дыхание, прочитайте гимн любви». «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кемвал звучащая. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Вот такой потрясающий гимн Любови. А теперь ответьте честно. Вы хотите романтических отношений, а праздник этот носит именно такой характер, или настоящей Любови, которой любит сам Бог человека и повелевает нам любить друг друга, ближних своих. Подарить картонное сердечко – это мимолетное дело и развлечение для Дон Жуана. Трудно решиться по-настоящему отдать свое живое сердце, то есть жизнь тому, кто нравится. А в гимне ведь об этом речь, о жизни. Любовь, воспетая апостолом Павлом, вообще не зависит от телесной близости. Поэтому и страшно вступать в брак, ведь только он предполагает отношение длиною в жизнь. Легче играть в романтику Дня Святого Валентина, делать вид, что любишь, не давая сказать слово за поцелуем, и не ранит свое сердце, запертое в красивый бархатный чехольчик. Под каким углом не рассматривай, отношение вне брака – это взаимодействие красиво упакованных и закрытых сердец. Это не любовь. Это временный пшик. Такая жизнь подобна звуку, когда в оркестре на фоне играющих мелодий, инструментов вдруг раздается бум от тарелок или кимвала, или дзынь от треугольника. Жизнь человека, убегающего от повседневных трудностей и часто совсем неромантических отношений, это и есть гудение кимвала, иметь звенящие. Медного гроша не стоит такая жизнь. Другими словами, душа без настоящей любви не звучит. Так спросите себя, юные девы, о какой любви вы мечтаете? Нужно ли разменивать свою жизнь ради красного сердечка и букета цветов, когда на самом деле вам нужно не это? Не принимайте с восторгом подарки от дон Жуана. Не стоят они этого. Не называйте это счастьем. Не называйте это семьей. Вы отдаете себя в рабство. Так спросите себя, юноши, когда смотрите влюбленными глазами на даму сердца, «А вы готовы так любить ту, которой сейчас говорите комплименты? Если да, то ничто не остановит вас предложить избраннице не только сердце, но и руку, и быть вместе и в радости, и в горе, в здравии и болезни, в молодости и в старости и умереть в один день. И если вы, юноши и девы, не готовы учиться настоящей любви, терпеть, не превозноситься, ждать, прощать, то подумайте, мои дорогие, стоит ли унижать человека своим обманом? Стоит ли пользоваться им как вещью для решения своих проблем? Может, тогда лучше хранить себя в чистоте? Тем более, что чистое сердце Бога чувствует, а Бог есть любовь. И чистая душа гораздо больше знает о настоящей любви, чем тот, кто цинично калечит жизнь своей нелюбовью, видя картонного красного сердца. А о чем молиться святому Валентину в этот день? Хотя ни у католиков, ни у православных 14 февраля в календаре нет ни одного из трех святых мучеников Валентинов. И все же молитесь о том, чтобы они помогли вам правильно понимать свою душу. Они знали много о любви, ведь именно любовь ко Христу подвигла их перетерпеть муки и даже смерть. В праздник святого Валентина закажите молебен святому мученику Трифону, чья память совершается именно в этот день. Он хорошо разбирался с духами злобы и лжи, с чарами и болезнями души. Помолитесь Ему, чтобы Он разрушил очарование псевдолюбови, которое так часто затмевает истинное чувство и желание. Долгие браки редкое чудо в современном мире, но пусть оно у вас случится по молитвам святых Валентинов и мученика Трифона, благоверных князей Петра и Февронии Муромских, преподобных Кирилла и Марии Радонежских, святой княжны Софии с Луцкой. Подумаем над всем этим и помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok